Дворец Пусловских в Косово – одна из самых привлекательных достопримечательностей для туристов и настоящая жемчужина архитектуры Беларуси. Сейчас замок в стадии реставрации. Уже совсем скоро гостей будут удивлять экскурсиями по новым залам, обставленными антикварной мебелью и предметами интерьера. Стоит обратить внимание на нашу изюминку – это рояль. Рояль также у нас относится к XIX веку. Рояль у нас действующий, то есть мы можем не только визуально погрузить людей в ту эпоху, в эпоху жизни Пусловских, но и позволить услышать отголоски XIX века. К лето здесь планируют открыть для туристов и самое большое помещение дворца – Белый Бальный зал. Мы развиваемся. В начале этого года были открыты два новых экспозиционных зала. Совсем скоро откроются еще три экспозиционных зала. Расширится номерной фонд отеля. Также появятся новые места для того, чтобы туристы смогли полюбоваться красотой нашего комплекса. А на территории, кстати, будет открыт еще фонтан, будет благоустраиваться территория. Всего в Ивацевичском районе более сотни культурно-исторических объектов, около десятка отелей и гостиниц, 20 агроусадеб. За прошлый год здесь побывало около 40 тысяч туристов, почти тысяча из них – иностранцы. В сложный период пандемии субъектам туристической отрасли была оказана большая поддержка. На помощь им было направлено два президентских указа – указ номер 143 и 178. По решению Ивацевического районного исполнительного комитета был применен понижающий коэффициент к суммам налога на недвижимость, а также налога на землю для гостиниц и некоторых охотничьих хозяйств. Популярностью в Ивацевичском районе пользуются не только крупные, но и небольшие туристические объекты. Вот уже 20 лет семья в придорожном кафе на трассе М1 готовит свои фирменные дранники, среди которых самый знаменитый – огромный папин драник с мясом. Не так давно их кафе обрело статус агроусадьбы. Теперь здесь можно подкрепиться, остановиться на ночлег и приобрести экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Недавно выиграла в проекте женское предпринимательство «Отдых в деревне» и выиграла курятника. Курочки мне несут теперь яйца, да не простые, а голубые. Используем мы их в наших легендарных папиных драниках. К нам гости съезжаются отовсюду. Мы теперь можем размещать гостей у нас в гостевом домике. Бизнес-идея Людмилы, которая вошла в топ-50 Брестской области, заключалась в строительстве курятника для разведения экзотических кур. За счет выигранной суммы мечта была осуществлена. Сегодня у девушки 15 птиц различных экзотических пород. Мои девочки, мои любимые. Уже сейчас у туристов есть возможность купить здесь домашние яйца, даже голубые. В Кобринском районе по этой же трассе М1 расположен отель «Исторический», хотя появился на свет в 2015-м. Боносфорце Столотой, в чью честь его назвали. Туристам здесь очень нравится. Когда были открыты границы, конечно же, постоянными нашими клиентами это были туристы, в основном российские, а также из других стран, когда они перемещались, например, с одной стороны в другую, восстанавливались у нас, потому что от границы мы находимся в доступности 40 километров. Сейчас останавливаются туристы из других регионов Беларуси. Пока из-за эпидемиологической ситуации в отеле пустовато, но на высокий сезон здесь рассчитывают. А вот в детском реабилитационно-здоровительном центре «Кола» заняты практически все места, а их тут более 500. Своё здоровье укрепляют ребята из районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭЦ, причём на протяжении всего года. Мне очень нравится санитарий Кроз. Тут очень много разных кружков, тут очень развлекательно и интересно. Мы решили сюда поехать, потому что тут много кружков, тут есть чем заняться, тут очень много красивых мест. В спектре оказываемых медицинских услуг галлотерапия, термолечение, лечебная физкультура и ряд других медицинских процедур, которые очень нравятся нашим отдыхающим. Здесь нравится им и чистый воздух, и сбалансированное питание, комфортабельные номера и интересный досуг. В Кубринском районе сегодня не один десяток различных объектов, которые попадают в поле зрения туристов. В городе, конечно, несомненно является брендом нашего района, это военно-исторический музей имени Суворова, который ежегодно пользуется спросом у туристов. У нас есть оздоровительный центр «Аквапарк», который посещает большое количество туристов из-за границы. Также у нас имеется страусиная ферма, редкий, редчайший объект на территории вообще СНГ, не только Белоруссии. Тоже он примечательный и интересен туризму. На должном уровне развивается агро-экотуризм. Кубринский район является одним из лидеров по количеству субъектов агро-экотуризма. Сейчас в приоритете строительство новой туристической базы, зоны отдыха на озерах Каташи и Любань. В целом 2020 год характеризовался развитием туризма, но внутреннего. В области появилось более 10 агроусадеб, 11 объектов размещения, подготовлено свыше 30 туристических маршрутов. Мы можем отметить то, что внутренние туристы выбрали прежде всего посещение Брестской области. Порядка 750 тысяч туристов посетило ее. Это индивидуальный неорганизованный внутренний туризм. Поэтому показатели по туристическим посещениям Брестская область занимает первое место в республике. Наши объекты, прежде всего замки, особо охраняемые природные территории, богатство городов. Особое внимание в 2021 активному туризму. Запущен и новый проект – Припятская Полессия. Маршруты активного дня – это сплавы по рекам Столинского района, Пинского района. Это велосипедные маршруты дополнительные, которые появятся в Ивановском и Трагичинском районе. Туристические объекты к новому сезону готовы. Возлагают надежды, что он будет активнее предыдущего.